ВАЗ-2111 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 Все, взяли инструмент Вот, все, что необходимо, понадобится Все, что может Вот насос Нам надо сначала накачать на BMW колеса ВАЗ-2111 Зачем? Я сам подкачаю Зачем? Да нахрен надо Ты что? Я не хочу на заправке А, дымить начала что-то немного Раньше не дымило Все? Да я думал, у тебя в конца Получительный смолен Прям в вода на конца Ну ладно Сейчас, пацаны, когда качаем колеса Передняя тоже сдулась Что-то катастрофически У нас в гаражах, кстати, стало получше Теперь, наконец-то, можно проехать сюда Даже на BMW более-менее Вот, можно Тут уже кто-то строй мусора покидал Вон я вижу, в ямы Все, теперь BMW сюда заезжает Очень сложно, конечно, но Заезжает, можно жить Еще пара недель, наверное И вполне возможно Сюда можно будет даже Не знаю на чем На самых низких машинах Без проблем забираться Но это дичь полная, конечно Хоть как-то, вот знаете А то я две недели, полторы сюда пешком ходил Приходилось машину, блин, у ГСК оставлять Очень неудобно было Буква Л Откройте букву Л Так, дорогие друзья, приехали Смотреть машину Давай поздороваемся на камеру Здрасте, Вася Сиплый Привет всем пацанам Которые смотрят Мишу В том числе моим корешам Хорошее приветствие Короче, ребята, машина Вон она стоит Мы уже ее осмотрели мельком До вас Это просто лучший автоваз У нее еврик Вот даже на машину не смотрите Вот на это не надо У нее еврик, ребята Смотрите Еврик Смотрите, серьезно У нее еврик, мать его Еврик Только газом в ней пахнет Чувствуешь? Тухлятины Да, газом и тухлятины Немножечко Но у нее Водилы были предыдущие дезинсектором Они занимались обработкой От тараканов, клопов И сзади возили Антисептик какой-то Я понял Но у нее еврик Во-первых, стоковый походу Прикинь, Олег Вот это еврик называется Да, Данил не показывает Да, Камолу главный еврик Не показывает Смотрите У нее руль Позвони мне, имей совесть Вот У нее руль спортивный У нее кулиса спортивная У нее кнопки спортивные здесь И Олег спортивный Ты тоже А, у нее нормальная в этот раз Аудиоподготовка Без этих, ну, дырок Смотри Целые динамики Но по кузову, конечно, это Мне нравится дверь Вот эта дверь самая лучшая здесь Вот эта Вот эта Что говоришь? Смотри, как закрывается Не, ну ты посмотри сюда Ты видел же это? Можно в салон заходить Это, да, прям так Тут еще главные наклейки хорошие Куплю авто на утилизацию Металлолом Свой эвакуатор Вот наш бизнес будущий, Олег Тут должен быть наш номер телефона Ну давай Подрисуем Надо вот это закрыть И свой печатать Все, и клеить И знаешь, этот Приезжать каждый день к Амолу Каждое утро Он будет их отклеивать А мы ему новую На лом Ну, машину примем А, ну у нее есть багажник же, да? Да Он, кстати, не закрывается Он сегодня перестал закрываться Когда я его открыл Чтобы попасть в машину А ты не видел дно у нее? Наверное, нету? Не смотрел Ну, можно встать на колени, конечно Но я сейчас встану Да не, я встану так Слушай, Олег А не все так плохо Дно у него вообще новый выход 50 трасса новая Прикинь, как можно на ней возить металлолом? Ну, единственная хрен ее знает Поставить ее на учет или нет А зачем поставить на учет? Она для перевозки этого Ой, крышку не украли Крышку не украли Слушай, вот мой ремонт Я еще за арку Олег переживал, что я похабанно сделал Смотри Здесь вообще по красоте сделано Не, ну красиво Реально я Главный чувак, который продавал Говорит Че, никакой шпатли, братюнь Я даже с ним спорить не стал Не, ну тачка Я не шучу Вот то, что мы десятку брали Вот эта машина Это, ну Это машина С ней задний ряд убрать И на ней можно, ну, возить людей Ну, трупы У нас просто проблема Смотри Ко мне зачастила полиция в гараж И они начинают подозревать Что у меня там снизу Ну, нездоровые вещи творятся Ну, естественно Там же отлоны тебя сидят Да, и мне надо как-то Вывозить останки Именно, ну, в чем-то Таком неподозрительном То есть в машине максимально гражданские Чтобы она вписывалась В наш антураж нашего города И эта машина вписывается Вот здесь Двуслойный багажник идет Смотри, Олег Двуслойный Ой, это как в девятке Это, ну, только тут не ломай Тут можно наклепки вот так металл прижать И все И новый Что, попробуем укрутануть Ради интереса? Ну, можем, конечно Ух ты Так, с передачи снимаем Ну, понятно А не аккумуляет Сдох Двести шестьдесят тысяч пробега, Олег Новая машина Совсем Да кто просил включать двор Я же не нажимал Я не нажимал Включаешь свет Включаются дворники Это датчик дождя, что ли? Но ведь нет дождя Ну, твои ставки Давай, пока она не заведена Еврик есть Заведется, нет? Я думаю, заведется Я тоже думаю Дошенный инжектор Чего у него может сломаться Кроме датчика кислорода Положения Распредвала Каленвала Распредвала Воздушного ДМРВ Ну, кроме этих датчиков Ничего не может сломаться Ща Надо как-то разблокировать Так Насоса не слышно Олег Еще складывается Складывается ощущение Что-то форсунки Или что-то насос Выключает Сигналка Понял? Так, да Я закрою дверь Что-то она не хочет Так закрываться А-а-а Ясно Ха-ха-ха Тут кузов настолько повело Что замок даже не доходит До этой До штуки этой Смотри Давай попробуй Убери руки О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о По Иисусу получилось, как бы не пришлось на эвакуатор тратить. Нет тормоза, Олег. Когда уже прекратится это? Тормоза отсутствует. Вон на самом днище, смотри, пол контура. Вообще нет тормоза. Мы забыли с тобой взять. Алло. Здорово, Михаил. Здравствуйте. Как дела? Нормально, нормально. Ты где сейчас? Нет, я сейчас в Москве. И что, надолго? Ну, часа на два, на три. А что, какие планы на сегодня у вас, Михаил? Ну, я машину покупаю здесь. О, ни хера себе. А что покупаешь? Одиннадцатую. ВАЗ-2111 мощную. О, воу, воу. Блин, да я вот где-то вот это, приехал в гости, короче. Соскучился, я по телу видеть, я тебя хотел. Вот здесь стою у твоей. Смотрю, это ПП-хи твоей нету, короче. Я тебя увидеть хотел. Вот я тебе звоню. Ну, давай часа через два-три я тебе напишу, как приеду. Ну, напиши там, это, как бы, сатоник, все, короче. Давай. На связи. Ага. Он чувствует, Олег, он чувствует, я серьезно, он чувствует еврик. Он чувствует еврик, слушай. На ловца это называется, и зверь бежит, понимаешь? Он услышал, что еврик, вот так, знаешь, у нас ментальная связь с ним. Мы как братья-дегенераты, оба, дебилы. То есть, мы думали, мы думаем об одном и том же. То есть, когда я, например, мастурбирую, получается у него эрекция в этот момент. Я серьезно? Нет, серьезно. И у нас с Олегом этого добиться, к сожалению, не получается. Даже если я ему наяриваю, он, ну, ноль эмоций. Ну, че ж, бывает-то. Ну, мы-то заводы, понимаешь? Свой эвакуатор хотим купить. Олег, это, по-моему, первая машина, во-первых, которую мы смотрим днем, которая завелась с первого раза. Ну, не считая сигналки, это была ошибка сигналки. И все. Ну, слушай, тачка классная. Хочешь что-нибудь еще расскажешь, а то я же снимаю, я, конечно, поврезаю половину. Я имею в виду, вообще, что-то, я смотрю, там что-то полсалона, какой-то фигни лежит мне. Смотри, там ребята, кстати. Ну, я тебе всякого говнища решил. А че это за, это штатив? Штатив и стабилизатор. Я не знаю, нахуй, стабилизатор, но, может быть, ты когда-нибудь купишь себе зеркалку и будешь как понтовый блогер. А там компы лежат, какие-то провода. Ну, смотри, материнки, скорее всего, дохлые просто с них, эти кондеры. А на металл можно их сдать? Ну, конечно, слушай. Разветвитель, прикуриватель, дисководы. Олег уже начал, смотри, это варварски изучать. Коллекцию твоих дел, допустим, как раз. Ну, мы любим это дело. Нет, честно, мы-то заводы. Ну-ка, она хоть не перегревается? Да нет. Да, она вообще не нагрелась еще. Не, ну, возник, конечно, жесть, вот этот вот запах этой хрени, какого-то типа вещества. Личинки замков. А личинки под полом будут в этой машине? Слушай, не знаю, но, если хочешь, можешь оставить питомец, тебе будет так. Ну, у меня просто в десятке было много личинок, прям дико. Я нашел потом еще в салоне и поставил их в двери. Я смотрю, там лежат клапаны какие-то, смотри. О, Олег, пенка и все отремонтировано, смотри. Пенка, пенка и шпатля. Лучше, ты родить, смотри, там уже... Намек. Мастика. А там что, смотри, батарейки Фларкс. Смотри, смотри. Вот для оцинковки кузова. Кто-то пытался оцинковать кузов, но это... Олег, а что сядь на стопори, нажми, поворотнички. А что масло там... Включаешь свет и какая-то хрень с ней происходит. Дворники включаются. Я не знаю, как это погасить. Приколи, да? Да, и смотри. Че? Выключаешь свет и начинает пищать дверь. Дичь. Как? Вот, все. Так, это че? На свет при этом выключен. Это че? Это монтажник. Монтажный блок. Поворотники щелкают, но на щитке не показываются. Не показываются, не показываются. Показываются. Мы их не видим. Да, вон, вон, включим. Да, вижу, 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 вижу. У, прикольно. Слышно, я такой не видел даже. Круто. Это отличная машина. Серьезно. Это легендарный мой автомобиль. Ну, окей, как. Для бизнеса, но для... Ну, возможно, для рубрики из уителя в металл. Это, да. Так мы будем... Смотри, это вот, знаешь, я посмотрел очень много выпусков Криминальной России. Один маньяк, он заставлял съедать своих жертв, переваривать их, чтобы не было отходов. А собака догрызала кости. Я не шучу. И получится как? Мы будем брать девятки, к примеру, десятки. И эта машина, которая рано или поздно там же окажется, будет увозить их части бренного тела. Понял? Да. Это цинизм по отношению к ней. Эх, зарядка десятки выкинула. Они не подошли бы никак. Мы бы эти, вот эти крепления... Они тоже гнилые были, но не настолько, вот не до такой степени. Но сюда ванна чугунная без проблем, я думаю, залезет. Давай будем работать. Что будем возить на ней? Нет, пианино старое. Вот, это отличный бизнес. За 5К утилизируем ваше пианино, слушай. До 5-го этажа. Это тазик был из тех, кто просто любит ниц. Так, ребята, короче, накачали колесики ей. Вот, накачали. Сейчас Олег будет первое трогание пробовать на ней. Тормозов нет, к сожалению, как обычно. Бачок пустой. У нас пар идет. Это отгорает всякая гадость радиатора. Мох какой-то, короче. Все горит. Сейчас он заднюю поищет. И пробует. Это первое. Едет. Едет, мать его. Оно движется и парит. Вон там пар идет дикий. Если бы она не парила, было бы вообще превосходно. Давай, давай, Олег. А ты смотри, разгонись прям в жопу BMW и проверь тормоза. Слышь, а что у нее печка заработала? Ну-ка. А, давай откроем, чтобы эта циркуляция пошла. У нее что там, а этот, отгорает прям капец, Олег. А попробуй выключить габариты, свет, потому что они будут путать людей. У тебя там все загорелось, вся гирлянда. И включи только туманки. Сейчас вот подожди, она. Вот. Ну, сейчас доведем их. Вот. Попробуй сейчас туманки просто включи. Вырубай. Ну, я понял, короче. Все ясненько. Отдыхаем. Ну, что, надо кружочек рубануть, что ли? Ну, попробуй, да, проедь. Это он зря. О, какие колеса восьмеркой вообще. Видишь, когда едешь, она такая, это, высмирит немножечко. Я думаю, ты в яме сколько развал есть делаешь. Да, да, обязательно, конечно. Мы же всем машинам делаем под развал, которые к нам в руки выпадают. Ну, да. Вот это ты бы так не разгонял. Да. Сейчас, ну, ну, тормози, вот. Открывай капот, открывай. Так, ну что, пацаны, автомобиль приобретен, 10 тысяч рублей переведены. У нас пар прошел почти весь. Это мох, ну, обгорал мох, короче, который там за время стояния на радиаторе появился. В принципе, вентилятор сработал, но температура у нее завышенная. Как думаешь, она уедет? Вполне вероятно, я думаю, домкадом и доедем. А потом? А потом, я думаю, до первой пробки. Она закипит? Я думаю, не закипит, но что-то с ней случится. Ну что, надо ехать тогда. Ну да. Сейчас с человеком сфотографируемся. Большое тебе спасибо, да, еще раз за машину. Всегда пожалуйста. Надеюсь, мы не разобьемся на ней, сейчас благодарим, через 15 минут мы разбились на сфот, прикинь. Ой, не хотелось бы, конечно, но император хранит известное дело, как бы. Ну, мы надеемся, что мы не пострадаем в этом деле. И мы на ней, я врежусь в BMW E34, мы по страховой прокатим E34, вот эту, вот. Так что, отличная идея, гениальный план, все, по рукам. Мы поехали. Да, поехали. Поехали. Так, подожди, СТС упала. Подожди. О, машина покатилась, СТС упала. Короче, пацаны, залили немного тормозной. Сейчас на тормоз нажми, я покажу, что эти колодочки у нас цепляют. Так, чуть-чуть. Нажми на тормоз, ну, чтобы она не катилась. Вот у нас выработка, ну, вот пошла, я имею в виду, очищаться. Диски очищаются. Также генератор, оказывается, не работал. Мы поджали клемму, там просто отгнила клеммка, которая на возбуждение идет. Олег сейчас едет сзади меня и целится, если что, в E34. Ну, это самое лучшее просто. Это 5 тысяч сэкономить, ну, лучшее, чем... А потом надо 20 чинить BMW. Ну, 25 бамперные стоит. Ну, мы-то его можем починить скотчем, правильно. Она хуже не будет. Короче, все, экстренный вызов, так скажем, рации надо достать. Давай. Сейчас я дам ему рацию, и все, мы выдвигаемся домой. На вот этом некоро-чуде. На абсолютно мертвом, но мы доедем, я уверен. Я бэху завел, жидкость полилась, я насрал. Привет. Все, двигаемся, двигаемся колонной с цепкой. А, я снимаю это. С задней у этой машины серьезные проблемы. Я нашел ее с 40-го раза. Олег не может найти из 50-го. Но, в целом, сарайчик красив. И для наших дел он подходит, как никто другой. Еще, кстати, в этой машине целая гора подарков, которые мы должны будем распаковать, либо в гараже, либо прямо на улице. Потому что человек очень просил снять на видос подарки от подписчиков. Так, все, поехали, погнали. Так, ребята, мы доехали, мы доехали. Мы доехали, молодец, Олег. Сколько, 70 километров сама проехала, без тормозов. 70 километров, пацаны, сама доехала до дома. Видите, как хочет жить этот автотранспорт. Но самое забавное, что... Ты что? Мне послать сам. А пописать, аккуратно только. Самое важное, что нас уже ждет Даниил Владимирович. Он как чувствовал запах отвала, запах черепного. И хочет уже, наверное, что-нибудь сейчас поснимать. Сейчас мы ему будем предлагать купить европанель за 4000 рублей. Все, сейчас я для превьюшки ее сфоткаю. Но Олег сказал, что мотор начал постукивать. И типа у него масло горит. Ну, у него масленка загорелась, и мотор начал стучать. Но это ладно. Это вообще не страшно. Типа, это не черепной двигатель. Сейчас попробую послушать. Ну да, он погрубее стал работать. Ну да, да, да. Ой-ой-ой, да, насколько грубее-то. Ой-ой-ой. Подушка йог. Полностью. Он бьется мотором, а балку. Этот генератором, короче, а балку бьется. Что-то пока на горизонте двинаря. Тонусного не вижу. Неужели он пехом пришел? Или не дождался нас? Возможно, возможен любой расклад из этих всех. Либо, может, он в край ряда встал куда-нибудь. А, вон он. Вон он, тонусный. Тонусный, 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 тонусный. Тонусный, тонусный, тонусный. Ну что? Ты что, ВКонтакте удалил меня? Дорогие друзья, что ВКонтакте? Никого не было в ВКонтакте. В смысле, я тебя нашёл, ты чё? Рассказывай. Чё рассказывай? Ты хоть поздоровался бы с людьми, сказал бы здравствуйте. Вот, автомобиль. Я один вопрос хотел задать, ты автомобиль, как это, его на разбор или на, ну... Ну, не знаю, а чё. Слушай, мне нужен... Еврик тебе нужен, да? Нет, мне вот этот нужен. Я не знаю, а Еврик за четыре тебя не интересует? Смотри какая-то... Посмотри на Еврик, ты сядь, посмотри на Еврик сначала, посмотри на Еврик. Я видел, я видел, ну, Еврик. Не хочет Еврик. Вандал какой-то, смотри, вот кто ворует, все приборки, крышки и всё. Он уже смотри, он не успел машину увидеть, туда разбирать и у нас в поле. Не разбирать, ну как тебе автомобиль? Чё она троить-то начала, Олег? За это как-то. Открой капот. Троить прям капец. А! А, нет, загор, я думаю, фара загорелась. А сейчас ровно сна. Да. Вот что она троит. Она в капот бьётся. Чё такое, Даниил? Это что, господа? Как этот мотор называется? Это этот, а скоба? Нет. Какой скоба? Нет. Это этот, сектор восьмиклапанный мотор 2183 на барабане. Это 2111? А, ну да, да, 2111 точно. Вот это вот что вообще такое? Я первый раз не пропадал, блин. Это ремонтный телевизор. Это чтоб ногами вставать. У тебя в двинаре хуже, Даниил? Нет, ну так на него. Ну, знаешь, что это по традиции делается, ну, заваркой ласки. Нет, троит она, Олег. За полгода аппарат. 2004. Твой ценник, сколько ты дашь за неё? Ну, примерно, ну, ты вот... Я, как автоэксперт, 1035. Мы за 10 взяли её. 10, на ходу с документами. Слышь, попробуешь сюда заехать? Вот сюда. Немножечко посмотрим, пускай он её сюда поставит. Попробуй сюда поставь. О-о-о-о! Ну ты серьёзно? Он сел на брюх. Всё, походу, он сел. С разгону теперь заедь туда. Что-то она закипела. Как она говорит? Скоманнах. Что это означает? Скоманнах, не знаю, что это означает. Скоманнах? Да, скоманнах. Скоманнах. Раньше оркестр был хоть понятный. Что закипело у неё, Олег? Почему она? Может, бахнул у неё где-то патрубок? А что это такое? Нет, кипяток, слышь. Всё нормально. Нигде нет герметизации. Нет, нет разгерметизации. Ну, у неё, видишь, коробка как валяется. Вот так она, ну. Вон он, этот механизм аброкулис. Он... А-а-а! Слышь, у неё вон коробка, смотри. Насколько у неё ушёл этот. Посмотри на подушку, она вот так стоит. Да видишь. Вот почему задняя у неё не работает. Ну, да, работает. Да, здесь грустно. А вот тут, смотри, выпал просто этот. Подушка-то чё, вон, разорвано всё. Я вижу, вижу, да, подушку надо менять. Не, ну смотри, мы её за 10 забрали, прикинь. На ходу с документами. Ну, и под восстановлением. Не, мы хотим работать с ним на ней. Мы будем возить металлы, ну, разные виды. Металлы. Метан. Метан возить. Не, мы будем, это, а с кому или как? С кому? С кому, с кому возить будем? Ворю, что-то даришь. Доварю, это. Если тогда вода не подрастить, мы твоему соседу задарим. Задарим? Ну, или... Ну, можно, в принципе, а чё нет? Если она нам реально, ну, а если она прям, ну, совсем. Ну, подари мне под. Какой кожух? Подрулевой, я тебе говорю. Вот, вот это мне надо, она очень нужна, этот кожух подрулевой. Очень нужна. Да, чуть позже, когда мы всё разберём, снимешь. Ну, попробуй, черепуху заведи. Давай, сейчас, как ты скажешь, первое впечатление об 11-й за 10 тысяч. Видишь, мы до чего дожили? Кто два года назад думал, что нам за 10 тысяч будут отдавать машины? Вот, реально. Смотри, Еврик. Давай, купишь Еврик. Ну, смотри, Еврик. Ручник вообще. Нету ручника. Еврик, смотри. Данил, Еврик. Смотри, щиток Lada Racing ограниченной серии идёт. Спорт сиденье. 11 на барабане. Подушек нету. Давай, езжай. Сейчас, подожди, смотри, как дверь закрывается. Смотри. Только не пугайся. Давай, пошёл. Нормально, нормально. Прямо встань, конечно. Всё. Аскаманах. Вот это. Всё, глушат, он опять закипит, сволочь. Михаил, что, поменяемся? А, он не работает, он не пищит. Ну, вот он сейчас пищал. Пищит? Пищит. А у тебя не пищит? Пищит у меня. А зачем меняться? А у тебя какой звук? Какой у тебя звук? Ну-ка. Нет, у него другой звук, по-моему. Ну, у меня звук это. Ну-ка, а звук? Давай. Не, ну, ради бога, ты можешь этот. А ты замял эти. Сломал динамики. Да, динамикам пи***ц. Всё сломали. Вот зачем сломал? Базбуст. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это что такое? Это мастика? Мовиль. Забрызнул. Мовиль. Мовиль, да? Да. С Каманах. Давай, пошёл. Давай-давай-давай, идёшь, нормально. Идёшь-идёшь, давай. Не хватает силёнок? Отлично, отлично. Аскаманах. Стой. Ой, Олег, завоняло. Дверь, дверь. Горелым завоняло. Олег, быстрее заедь и глуши. Фу, иди сюда. Чё это может так пахнуть? Это вот эти отложения так горят на ней, которые она стояла так долго. Охренеть. Это когда вот мясо пережариваешь, да вот... Оттухло ещё. Да, час мяса жаришь вместо 15 минут. Ебать, запах. Вообще дичь. Отвратительно. Зато у неё кержач, линзы и обе целые фары, смотри. Ксенон туда можно поставить. Не, ну чё ты думаешь? Надо поменять две подушки. Давай, знаешь, наверное, даже как? Мы не будем их менять. Дима Замату пусть он меняется. Нахрен надо. Я не хочу туда лезь менять. Ты будешь их менять? Ну, а это сложно. Ну, смотри, надо выдам, поддамкратить и коробку, и мотор одновременно. Да это можно вывесить. Можно вывесить, да. Но я боюсь, что мы их открутить нормально не сможем. У нас лопнут шпильки, мы с тобой босрёмся. А когда они у Азамата лопнут, мы скажем нам, мы привезли рабочую, отдай рабочую. Ну, так тоже можно. Давай, знаешь, как можно назвать ролик? Нашли клад в 11-й за 10К. Попробуем кнопку. Вот сейчас держи. Откроется он. А-а. Не, Олег. Зажигание включи. Он должен без зажигания открываться. А-а. Надо ключом. С командных. Вот это чуть-чуть КППС. Супер. Чуть-чуть КППС, шпатлёвочка и клёвочки. Всё. Чего ты смеёшься? Немного КППСа и будет как новое. Вот у тебя на сцене листья есть. Вот тут вот так вот металл. Да, да. Данил украл щиток. Ой, щиток этот. Покажи. Нет, это блок индикации. Ты украл его. Да, украл блок индикации. Короче, смотрите, как мы договорились. Он украл рулевой кожух и блок индикации, а у нас не работает полприборки. Он нам отдаст приборку. Да. Щиток приборов переходной отдал. Тут знаешь, какой прикол? Когда ближний включаешь, включаются дворники, аварийка. Всё вместе включается. Да я посмотрю, как она работает. Давай, включи аварийку. И ближний ещё. У тебя был ближний ещё включен. О, красота, Олег. Ты просто на это посмотри, как ты ехал. Смотри. Смотри на это. Смотри. Раз. Смотри. Смотри. Два. Ну нормально, чё. Ты вводил людей... Ё-моё. Он вводил людей в заблуждение, понимаешь? Да, это вот так работает аварийка на этом транспортном средстве. Тут ещё включаешь эти поворотники, включаются дворники автоматически. Она знает, что тебе надо, чтобы повернуть, тебе надо видеть, куда. И она тебе это... Чистит. Чистит. Так, ребят. Короче, пока Данил обворовывает всё, что может... А, я уже всё своровал. Мы обещали распаковать подарки от подписчиков. Сейчас на свет вынесем. Так, смотрите. Нам подарили для съёмок. Реально профессиональный. Я не рофлю. Смотри, штатив профессиональный. Попробуй его разложи. Это не мой Декс. А, да я со своим сравню. Вот мой, кстати, стоит для съёмок. Смотри. Вот это вот. Смотри, просто сравни. И вот это вот. Урода вот этого. Смотри, сколько настроек, всяких крутилок. А у меня вот Дексовский. Вот они, смотри. Они открываются и вытягиваются. Телескопические. Так каждую выкрутить. Да зачем так пока его поставить? Не, я имею в виду вот, ну, да. Я понял. И сейчас проверим, насколько он хорош. Я смотрю, там ещё и крепление. Человек постарался. И смартфон, и вон, для экшн-камер. Реально, вон, смотри, все крепления переходные. Может быть, это набор для Даниила Владимировича подарили? Чтобы он, наконец-то, начал тазовлоги снимать с Бобриуса. Мастика. Так, смотрим, короче. У нас вот такой теперь есть. А вот это вот открути. Стой, стой, я вот настраиваю, чтобы ровно он стоил. Серьезно, его надо вверх поднять, Олег. Зачем? Надо, вот. И тут какая-то должна быть, типа, а-а-а. Или он не сломан? Нет. Попробуй, что жёстко. Всё, вот она затянулась. Всё. Всё, вот, и здесь ровно стоит. Ну, может, это реально намёк, чтобы Даниил Владимирович снимал этот тазовлоги. Вот так на Ленинской поставят штатив перед двенашкой, смотри. Вот так, вот так. Спасибо большое. Не, ну реально, вот это добрые подгонщики. Мне кажется, штатив стоит как треть этой. Как треть. Как треть 11 этой, да. И, друзья, в тот момент мы даже не подозревали, сколько может стоить этот штатив. Уже когда я принёс его на студию, я решил посмотреть, пробить его по модели, посмотреть его стоимость. И вот первое, что я нашёл. Одна штативная голова Manfrotto 128RC стоит 10290 рублей. А сам штатив Manfrotto 190CX Pro 4, судя по Е-каталогу, стоит от 35 тысяч 475 рублей до 40 тысяч. Просто, блин, мать его, штатив. И путём нехитрых сложений можно посчитать, что штативная голова и сам штатив новыми стоят около 50 тысяч рублей. Это просто жесть. Дальше. Дальше идёт стаб для этой, как она, для зеркалки, смотри. Ручной, правда. Короче, объясню, что это такое. Вот возьми, ты держишь его, да, за руку, короче, всегда зеркалка вешается. Вот тут всё настраиваешь. А этот, вот это грузы, понял? Чтобы она, ну, ровно стояла. И ты, короче, вот так, да, смотри, ходишь, снимаешь, но и... Вот так. Не, серьёзно, я не рофлю. Вот так, вот, вот, смотри. Вот. Слушай, а даже отбалансировано, вот. Слышишь, Миша, это вообще-то, ну как, это вообще-то переходная панель. Это не еврик? Это переходная панель, она идёт вот с этим щитком приборным, переходным, у которого стрелки, температуры и бензиновую, ну, то есть вот так вот идут. Но это еврик же. Горизонтально идут, а не вертикально. Окей. Так, ладно, смотри, с простав ты понял, когда ты уже оператором будешь? Вот что ты сейчас делаешь? Ты играешься с ним? Там противовесы должны быть, всякая вот эта фигня. Вот это, смотри, всё, уровни противовесов, вот они настраиваются. Да, да, я знаю, они вот так подкручатся, смотри, это противовес для балансировки точный в граммах прям, как весы. Короче, ребят, классная штука, реально, огромная. То есть вот эти две штуки стоят, как тачка. Я не шучу. Вот это пятак где-то стоит, 5-6 она стоит. А дальше что у нас, смотри, во-первых, есть вентилятор для обдува пердака, когда он горит. Вот, слышишь? USB, слышишь ещё? Мы сделаем прикуриватель, интегрируем его в машину. Чтобы это кондиционер был? Да. Ладно, дальше смотрим. Здесь, смотри, какой-то кусок странного металла. Достань, попробуй. Это магнитшер какой-то неодимовый. Смотри, какой-то металл. Это настройка, да, для веса. Всё, всё понятно. Дальше у нас здесь документы идут непосредственно от самого тазика. Это бог с ним. Это тормозуха наша. И вот крепление для, смотри, штатива. Ну, разные эти. Видишь? Переходники, короче, к нему. А, вон, смотри, сколько тут грузов под любую камеру. Смотри. Дальше от макбука. О, это от этого. От айпада, по-моему, да? Чехлик. Да, это от айпада с клавой. Короче, ну, по-моему, это от айпада, если они. Видишь, команд, смотри, у него яблочные эти. Option, Control, видишь? Это не Windows. Нет, тут яблочек-то нигде. Дальше у нас идёт джойстик, смотри. Нихрена себе. Это этого? Это стимовский джойстик оригинальный. Вот для игрового аппарата. Смотри, оригинальный стимовский джойстик. Охренеть вообще. Вот просто нашли, реально, это такие находки в машине, в такой. Смотри, дальше идёт башня. Ой, она с матерью, и надо это всё аккуратно распаковывать. Смотри, это у нас кейкапы для механической клавы, это не то. Смотри, а, вот стимовский контроллер для джоя. Без него работать, я думаю, не будет. Вон ещё и беспроводной. Что у нас здесь, смотри, Олег, это... Это силовой просто кабельный. Это вообще непонятно, что это. Это от Corsair от чего-то. Это от какого-то устройства от Corsair. Дальше зарядное устройство от DIGMA. От смартфона. Может, смартфон найдём здесь лучше? Может, крутой смартфон найдём, мощный? Дальше два DVD дисковода для ноутбуков. Дальше, смотри, какая-то коробочка. Вот что там может лежать? О, мегафоновские модемы 4G. Ты не пользуешься? Можно. Почему нет? Смотри, бой, блин. Один билайновский, ты что больше подпочитаешь? Мегафон или билайн? Я не знаю. Я сейчас как треснуки в пинках. Чего? Догадайся. Это же у меня попа открыта. Мы нашли модемы. Какое будешь себе забирать? На фоне Эйфелевой башни. Как? Селфи моим. С айфона селфи? Да, да, да. А ты слушаешь? Ой, это зарядка беспроводная. Беспроводная зарядка, да. Это мое, я не отдам. Вот это не отдам. Да, вот тебе крышечка. Крышечка от дисковода. Я не знаю, мы не смотрели. Но она на номерах слушает, Даниил. Дальше это кулер. Ты так небрежно не бросай, это неуважение. Это прикурит. Смотри, подожди, смотри. Смотри, смотри. Смотри, это вот так вот. Настройка только. Смотри, вот у меня упал. У меня упал. Вот так, смотри. Извините, пожалуйста. 500 гигов жесткий. 500 гигов жесткий. Вот тебе в будущий компактор. Распаковка лут. Вот, нарез, стоя на 3,5. Вот это мне самсунг надо. Это у меня самсунг Z Flip. А что такое? Башенный кулер, Даниил. Башенный кулер, Даниил. Беспроводный. А, это от них передатчик. Может тебе надо такие? Я думаю, они очень дорого стоят, рублей 10. Но их кто-то вот так. Смотри, я тебя понял, от чего это? Смотри, это шло. Вот возьми. Вот в этот кабель, который мы выкинули. Куда мы его дели? Смотри, это кто-то сломал. Смотри, кто-то сломал что. А, до этого чинится все просто. Вот. И у тебя будут беспроводные уши. Вот, крутяк. Огонь. Так, это был крепеж для смарта на машину. Чего за мать? Смотри, это что-то очень свежее. Это что, АМ4 что? А, нет, это АМ3+, слушай. Вот это вот, вот если бы оно работало, но он сказал, что это не работает. Вот это вот, это 5К, вот. Вот. Это минимум 5К. Причем с памятью, знаешь, на сколько? На... На 8 гигов планка, слышишь? На 8 гигов планка стоит в нем. И, друзья, в этой 970-й плате стоял процессор AMD FX 9590. Рыночная стоимость которого от 4,5 до 8 тысяч рублей. Сама мать оказалась дохлой, но процессор очень крутой. 5 ГГц с коробки. До сих пор нагибает топовый Core i7. Ладно, это шутка, конечно, процессор кусок кала, я не понимаю вообще ценообразование. Почему это говно может столько стоить? Но что есть, то есть. FX 9590 достался с этой материнкой. И не сломали. Это мини-Тикс, мать. Z270. Охренеть просто. Это круто. Ну, блин, ну, 8 она стоит бы, просто мать, вот. И, как ни странно, Z270 тоже завелась, и она в полностью рабочем состоянии. Два слота работают, процессор нормально определяется, турбобуст работает. Единственное, что я не проверил, это слот М2. У меня банально на студии кончились М2 накопители. Но мамка живая. Под кофемод, под прочую фигню, это идеальный вариант, если вы собираете мини-Тикс систему. Поставить у него проц-мутант, на который у меня был обзор, или чуть подешевле, допустим. И у вас будет не компьютер, а просто пушка-гонка. А, вот, наверное, вот сюда вот. Да, это вай-файки для Асуса, которые валялись. Слушай, и 990-я, мать, охренеть. Это тоже очень культовая вещица. Блин, если хоть что-то из этого заработает, короче, эта машина, вот, вот, просто смотри, вот это, и вот это, это стоит дороже машины, вот это. Я серьезно. Но, ребята, увы, 990-я, мать, труп, как и 970-я, обе отправились в металл. Ну, туда им и дорога. Вот, для черчения буквы, это вот тебе, чтобы удобнее было вырезать винил, чтобы ты контролировал буквы. Видишь, смотри, ведь лежал же пакетик, чтобы это не царапалось. Так, тут какие-то, а, это кардридер в разобранном виде, это передняя панель от корпуса. Вот что в этой пачке сик, ты говорил, просто какой-то валяется. Да, да. Что это? 8320, вот так вот броса... А, все, смотри, что у него. Все, ноги погнали. Угол, смотри на угол. Да ты что, шутишь? Да, а что ноги-то не гнул, ты? Две ноги не хватает, у него трещина, поэтому, смотри, у него межслойная, там дорожки вот в этом месте. Все, можно на помойку. Короче, это было 3К рублей, ну, было. Было 3К рублей. Ребят, я не знаю, как мне так везет, но этот 8320 завелся. Да, с разбитым, сломанным уголком, с просто расслоившимся углом, без двух ножек, но он завелся. Нормально, тщательно проверить его у меня не было времени, чуть позже этим займусь. Но предварительно он, возможно, даже живой. Пара корпусов, а в корпусах что-то лежит. А что там лежит? А, ну тут салазки, кейкапы для клавиатуры и фиксаторы всякие разные. Это для кучи жестких дисков, чтобы в рейд объединить, ну, чтобы у тебя стойка стояла. Вот с хардами, скорее всего, вот смотри, они сюда, они сюда подключаются. Вот, да, харды, видишь? И ты, короче, сервак себя дома делаешь. Ну, с домашним порно, то есть, ну, ты не снимаешь, ты мне говорил, поэтому я тебе такое не дам. Это для меня надо. А вот это, это, вот, наверное, от этой вот матери. Да, это, наверное, от мини-Ти-Х был, вот это вот. Да, может, это что-то, смотри, грызаный какой-то. Ну, слушай, мы вот, знаешь, нам, как это называется, я забыл, одарённые лошади. В зубы не смотрят. Ну, наверное, так. По-моему, я слышал про ягодицы, ну, ладно. Ну, можно. В салоне больше мы ничего не пропустили, а то человек обидится, скажет, не рассмотрели главный прикол. Он сказал, что личинки здесь есть. Короче, ребят, смотрите, что мы хотим сделать. Мы хотим сразу снять с неё весь салон, задний, потому что, а, слушай, не выйдет так, это просто сделается. Если всё-таки придётся её переоформлять, салон должен быть на месте, обязательно, в обязательном порядке. Ну, тогда ждём пока. Ну, надо тогда хотя бы скинуть аккуратно ковры, ой, ковры эти, вот эти, сидухи, и мусор на них вывезти. Ну, да. А, с ключами даже. Личинки. Во-о-о, личинки нашлись, вот они. Я тогда в десятке нашёл личинки, и здесь, смотри, личинки есть. Ну, это самая лучшая покупка пока наша из всего истории проекта. Ну, да. Это самая, даже девятка не была такая радостная, как вот. Мы нашли неожиданную находку, мешок для покойника, не шутим вообще нисколечки. Смотри, мешок для покойника. Вот, открой. Как в американских фильмах. Открой. Ты можешь лечь туда для вида? Нет. По-моему, на этой 11-й мы шутили с тобой, да шутились. Вот что это за запах в ней. Вполне. Вот что в ней возили. Слушай, ты уверен, что этот парень вообще к ней какое-то отношение имел? Надо быстрее вот это всё и утилизировать, и выкинуть этот мешок. Мы сначала думали этот пакет, обрадовались под мусор хороший, строительный. Это для покойника, блин. Короче, пацаны, мы уже сняли часть салона, и уже начинаем её эксплуатировать, ну, вот, по назначению. Прямо сегодня она отправится в ателье Казамату на... Мы не хотим её ремонтировать, у нас ноль желаний. Она нам досталась бесплатно, по сути, ну, пусть он её починит. Вот, вот самая лучшая идея. Всё, сейчас её полностью нагружаем под крышу, и посмотрим, как это всё будет выглядеть. Мы нашли какой-то очень странный пакет в этой машине под сидением, он был запрятан глубоко. Олег рискнул его открыть. От лучшего друга Петра... Ай, ай, ха, хай. Ну, давай, открывай хрен с ним. Верни, что-то написано. Да, верни. Что-то киверни. Ты знаешь, что-то? Это Макдональдс. Я не верю. Блин, прикидем, отрубленная человеческая рука. Да у нас уже пакет есть для неё. Не, мне ментов сразу вызовут это. Там что-то такое, мякость. Серьёзно? Да. Блядь, открывай, открывай. Чё это такое? Дамил, дам тебе подарок на коробку. Не, не, не. Чё это такое? А есть клей? Есть клей, вот так закрепи. Дай под дворник, открой. Знаешь, чё надо сделать? Вот оно. Нет форсунки, что ли? Обывателя должна быть вот тут где-то. Тут должна быть. Её надо поставить, чтобы он из неё... Данил, чё это такое? Подойди. Ты сам знаешь, что это такое. Блин, ты здесь брошу. Тут чё написано? Белкину Михуилу. Вот. Белкину Михаилу от... Подожди. А этот как он на капот Мерса хотел поставить, бля. Белкину Михаилу от... Лучшего друга Петра. Петра, да. А вот тут непонятно. Ай, чё-то. Ха. Ихай. 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 Не надо. Михаилу ещё может? Киверни. Жесть. Чё за херня? Олег. Чё? Ставь как раз песню по этой, как это за подарочек. Короче, стульки. Может, там ещё что-то лежит? А посмотри, Данил, тут передний сидок. Посмотри под сидухой, ничего не валяется, Данил. Нету больше подарка. Слушай, они сейчас люди не поверят нам, подумают, что это постанова, что мы это не находили, а просто балуемся с тобой под хвост. Вот теперь будет Мерседес, мы наконец-то или БМВ, мы сможем его это. Положи его обратно в этот пакет. Вот в этот пакет и спрячь, чтобы менты не нашли, если что, у меня. А то найду, ты подумаешь, что я это, ну, ты понял. Экстремист. Обычно экстремисты с таким ходят. Буква Л. Л, откройте букву Л. Вывозим мусор с гаража спустя два месяца. Наконец-то у нас есть для этого транспорт. Давай, давай, смелее, Олег. Тормозов-то нету, Данил. Страх присутствует от тормоза. Как ещё раз? С командой. А этот есть, вот этот. Как ты говорил, Шкубович? Шкубович. Шкубович. Да, Шкубович. Я Шкубович. Тихо, 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 тихо. Ешь, Кубович. Назад давай. Это поле чудес какое-то. Ты же скажи, расскажи людям, что ты теперь на авторазборке работаешь, уважаемый человек. Нет. Чего нет? Всё, давай, давай, едь, смелее. Приезжай. Всё. Сейчас по пацанам покажу. Чё? Подрабатываешь. Подрабатываешь на авторазборке. Вот, пацаны, загрузили до Талова уже тачку. Первые же три часа, как мы её купили, уже, ну, используем по, это, по назначению, да, по максимуму. И, пацаны, сейчас сразу поедем к Азамату, осмотрим визуально и поедем, да, купим запчасти, ну, и ему отдадим на ремонт. Я не буду в ней возиться, ты хочешь? Я хочу ему рубля три дать, четыре, ну, пусть он всё сделает, то есть, ну, мы приедем, заберём рабочую тачку с кузовнёй, мы уже повозимся, там, клёпки, всё остальное. Но дно у неё на месте, порогов только нет, хер с ними, они не особо нужны этой тачке. Подлатаем мастикой этим и клёпками, и будет нормальная тачка, типа, ездить будет по-любому. Как приятно видеть автомобиль, который работает по назначению, вывозит мусор и вторсырьё. Если бы не было вас, мы бы так не поднялись, что уже можем позволить себе покупку ВАЗ-2111 с фалоимитатором в подарок. Если бы не вы, я не знаю, что бы мы делали. Вон она как бодро, нормально преодолевает все препятствия нашего ГСК. Фалоимитатор, у меня есть фалоимитатор. Как же офигительно, что мы наткнулись, да, так скажем, на это сообщение в личке. И, друзья, напоминаю, кому-то может показаться рофлом или идиотией, если вы живёте в Москве, в Московской области, у вас есть такое же ведрище, вот в таком же плюс-минус состоянии, за 5, 7, 8 тысяч рублей до 10. И вы готовы его отдать, пишите, контакты будут в описании, либо пишите в паблик ВК, Мэдди Мурк, либо пишите на почту. Предлагайте свои ведра, рассмотрим, и мы этим занимаемся больше по рофлу, потому что с детства я, например, любил возиться вот в этих старых ведрах, чинить их там, ну, пытаться. Да, и просто ими заниматься. А тут вот такая рабочая тачка шикарная появилась, это, блин, офигенно, это просто прекрасно. Так, ну чё, короче, на сегодня серия будет заканчиваться, потому что Азамат не работает. Агент Данил Владимирович съездил, посмотрел, Азамата нет, мы уж не стали беспокоить. Всё, тачка у дома, вот она стоит, всё нормально с ней. Завтра поедет ремонтироваться, ну и я подсниму. Чё, вот не ломай мост, ставь это. Она там сломана, стоп-опция. Это красиво, не трогай, это доп-опция, за неё на Вести 11 тысяч взяли, за доп-опцию. Ну, это я подклею скотчем. Ты это специально сделал? Это азарт. Азарт, у нас есть знакомый азарт. Вот, короче, всё, ребятки, вот такая тачка, это было классно, хорошее путешествие. Первая машина, которая, первый хоспис, вот так назовём, который доехал сам, то есть, ну, который не пришлось вызывать эвакуатора, с ним всё нормально. Мы до последнего. Ни хрена диски. Новые. Охренеть. Они ещё и вентилируемые. Диски тормозные, говорю, посмотри. Вон ещё этот. Чё это звук? Ну, покупайте. Чё это там не коротит. Давай клемму скинем. Давай скинем. Мы не подумали, клемму не скинули. Красота. Прикинь, она фаером загорается через два часа. Вот будет этот. Блин, сними ты, а то у меня руки все это. Минус хотя бы скинуть с неё, да. Чё это вот это за коробка? Она вот трещит, слушай. Вот эта коробка, видишь? И в неё какие-то провода входят. Да, это она, она, я уже смотрел. Нет, это коробка вот эта, Олег. Снимешь сейчас не будет. Всё, видишь? Нет, она не сразу. Машина, вот опять. Машина, туль сигнал. Может быть. Да, это сигнал. И она сейчас оповещает, что пытаются украсть воры машину. Всё, пацаны, большое спасибо всем, что посмотрели очередной выпуск из утили в металл. Но эта машина будет у нас возить металл, наоборот. Она в утили отправится не скоро, по крайней мере. Отличная рабочая лошадь. Это вот идеальная рабочая лошадь. В ней можно возить абсолютно всё, что угодно, не переживая за состояние салона. Ну и в принципе вот таких. Вообще за состояние. Да, и за состояние машины. Можно отвезти куда угодно, что угодно. Но сейчас подшаманим по техничке и просто будем сами на ней же утилизировать и ездить. То есть на ней же будем утилизировать. Вот, отлично. Не возить это как у металл. А этот скабуна? Да, не спеши. Что? Скаманная. Да, скаманная. А этот, как Жукубович или это? Жукубович. Жукубович, Жукубович. Это новое слово. Новое слово, Жукубович. Да уж там это, слово, отгадайте слово. Жукубович. Нет, ну слово там вот это, реклама. Ну промежуток там вот этого. Да, вот тебе, Данил, подарок. Кусочек одиннадцатый. Одиннадцатый, да, спасибо. Ну что ты его выбросил, у тебя не было такого. Все, всем счастливо, ребята. Давайте. Всем пока, Эр. Всем пока, да. До свидания. Скажи до свидания. Пока. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова